Друзья, дорогие, привет! Мне показалось, что 31-го трансуху не стоит засевать. Просто запишу видео и сразу выложу. А может быть присоединю к влогу сборному. Я понемножку снимала, снимала весь декабрь. И до монтажа руки не доходят. Для того, чтобы собрать потом там разные темы. Юбилей папы монтирую отдельно, как мы его отпраздновали. Вот. Сейчас я нашла время накраситься, чтобы снимать видео. Там фаберликовские, так это крем и лаком. Которые помогают мне справляться с экземой. Он снимает вот эти покраснения и шелушения. Но ненадолго, на один день. Ну, то есть по сравнению с другими кремами, мне помогает лучше. Все-таки один раз в день используешь. И уже нормально. Этот же крем я мажу на руки. Тоже помогает справляться без него. У меня все, кожа рук растрескивается, рассыхается. Кроме того, что это косметически некрасиво, еще и неудобно в быту. Ничего делать невозможно такими руками. Ну, там, посуду стирать. Вообще, и не только мокрые дела делать, но и сухие. Так, значит, крем нанесла. Теперь тоником я уже протерла лицо. Теперь беру этот крем из серии Optimal с Эйон Аут. От пигментных пятен. Ну, как люди пишут, от пигментных пятен не очень помогает. Ну, не знаю. Я просто, я такие отзывы встречала. Может, есть такие люди, которым помогает. Вот. Этот крем. Но тон лица выравнивает, говорят. Ну, будем смотреть. Крем для век у меня где-то примерно на середине использования. То есть половина баночки я уже использовала. Чисто механический крем подтягивает. Он такой загуститель. Не знаю, как это назвать. Вот это раздражение, наверное, тоже на эту серию в том числе. Ну, я все равно стоически продолжаю пользоваться, спасая себя кремом Элаком. Да, гормональным, но что делать? Знаете другие способы? Я знаю, что знаете много других способов. Я не рискую их все на себе пробовать. У меня кожа одна, жизнь одна. Я не могу рисковать. Вот видите, это дневной крем. У него какой-то такой аромат. Приятный, освежающий. Мне почему-то банан напоминает. Это не сладость банана, а вот его характерную нотку. Как бы убрать сладость. А может и не убирать сладость. В общем, не в сладости дело. Может она и есть. Я люблю бананы. Особенно, знаете, хорошо. Им хорошо закусывать водку. Мне кажется, что она очень нейтрализует водку. То есть, если вы будете, если у вас, если так случилось, приходится выпивать водку, а закуски мало, банан это хорошая закуска. Так, в последнее время я на своих видео смотрю, у меня очень сильно бликует тональная основа. Так, которая же из них? Все-таки это, наверное, Эверластин. Эверластин? Нет, не Эверластин. ЛЮ. Забыла, забыла, забыла название серии. В общем, серия The One. Эверластин. Нет, не Эверластин. В общем, та, которая адаптируется и подсвечивает. Она очень сильно светоотражает. Отражает свет. И у меня на лице просто такая, а немного даже металлизированная. А, с эффектом металлик. Покрытие. Так, а это я взяла из старой коллекции. Арифлейк. Может, зря. Что-то я рискую. Матирующая тональная основа. Много-много взяла. Ну ладно. Эта тональная основа отличала стойкость, устойчивость. Хотя она не заявлена. И матовость долго держит. Ну, посмотрим. Ну, поскольку у меня под кремом лежит крем с жирным финишем или с сияющим, как будет правильнее сказать. Смотрите, желтая, желтая, желтит, да? Тем не менее, эта тональная основа называется... Цвет называется Ivory. Natural Ivory. Плановая козь. Ну, вот с ней как раз хорошо бы использовать вот эту вот губку. Типа бьюти-блендера. Ой. Так, схожу на мочу. Ай. А вы пока полюбуйтесь на мою юбочку. Ну, что-то так получается, как будто я совсем сняла крем. Ну, ладно, всё равно. Притопим. Так, а я ведь не сделала коррекцию, консилинг вокруг глаз. Так, а здесь у меня что есть? Просто всё время вставать за чем-то бегать тоже не очень хорошо. Так, давайте возьмем вот этот консилер от Giordani Gold. Вежепричем, очень мне нравится. Ну, больше мне нравится Everlasting. Я всё-таки неправильно называю. Не Everlasting. Всё-таки я сейчас встану и посмотрю, как называется тональная основа. Это у меня не самый светлый, кажется, тон. А может, самый светлый. Обычно я выбираю самый светлый, но в последнее время смотрю, что мне, наверное, лучше брать второй тон после самого светлого. Она хорошо распределяется. Вот эта она, он, консилер. Хорошо распределяется. Как корректирует, я не знаю. В последнее время у меня, вот последние месяца два, какое-то красное пятнышко на носу появилось. Я не помню. А, происхождение его, да, вот такое же, как эта экзема у меня проявилась. И всё, это красное пятно не уходит. Вроде здесь нет зуда такого характерного для экземы. Но красное пятнышко продолжает оставаться. Здесь есть пигментное пятнышко. Ну вот, на шелушащуюся область я не наношу. Но давайте посмотрим, чтобы вы поняли, как себя ведёт. Корректор. На шелушинках, шелушинки подчёркивает. Шелушащаяся, шелушащуюся кожу. Так, вот под крыльями носа покраснение. Тоже можно покрыть. Ну ладно, не будем придираться. Так, дальше что возьмём? Что у меня тут есть? У меня не вся косметика здесь. Я, знаете, сразу начну с этого, с помадой, чтобы задать тонку макияжу. В обычной жизни не часто использую эту помаду. Так, хотя бы на видео. Это помада Mousse. Жидкая помада Mousse. Тон сливовый. Ну вот так. А-а-а. Так, вы видите, как себя эта помада ведёт? Она не ложится равномерно. Одним движением у вас не получится равномерно нанести. Вам придётся так. Повозиться. Ну, она всё-таки немного застывает и уже дальше лежит, как припитая. Но до тех пор, пока вы не поедите и не попьёте, она успешно сползает. То есть это не стойкая помада. Так, дальше я возьму карандаш. Вот, когда не было в Арифлейм такой помады, чтобы добиться такого цвета, можно было использовать вот этот карандаш. Это тоже из предыдущей коллекции Арифлейм Бьюти. Не помню, как цвет назывался. Ну, ею хорошо было закрашивать губы, а она стойкая. Ну, только, естественно, её мало. Если бы мы снимали, если бы я снимала видео по правилам, я бы сначала нанесла контур, а потом помаду. Ну, на практике люди часто делают именно так. Потому что так намного проще не ошибиться с контуром. Так. Тем более таким ярким. Да, если бы мы постоянно пользовались этим контуром, как помадой, нам бы хватило и этого контура, ну, наверное, на месяц. Кому-то на полмесяца. Так, дальше глаза. Глаза. Если вы давно смотрите мои видео, то знаете, что моя любимая подводка, айлайнер от Тони Молли, такой глянцевый, изи-тач, ну, изи-тач это большая коллекция. Ну, я даже не знаю, как её более точно назвать. Ну, в общем, такой глянцевый, лаковый, ультра-чёрный цвет получается. Удобный, вот так, ну, такого же типа аппликатор. Но сама консистенция вот этой краски такова, что она ложится хорошо, лежит как прибитая, и делает контур очень чётким, графичным. И, ну, такая силиконистая сама по себе вот этот продукт. И вроде кажется, что он будет сниматься плёночкой, но ничего подобного не происходит. Но, однако же, если вам надо подкорректировать, вот, да, вот прямо я ногтём беру, отколупываю всё ненужное. И оставляю нужное, ну, немножко ещё прохожусь кисточкой. И я уже забыла о такой проблеме, как, когда смываешь контур, он размазывается вокруг глаз, образует глаза панды. Да, у панды чёрные, да, круги под глазами. И трудно смываемые. Вы скажете, что сейчас, вы можете возразить мне, что сейчас, ну, многоэтапное очищение, и по-любому ты глаза смоешь. Но если вы спешите, или если вы ленивы, как я, я, например, предпочитаю только умыться, и всё. Мне, например, меня ломает использовать мицеллярку, потом идти умываться. В общем, слишком многоэтапное. Молочко у меня утомляет. Молочко я вообще не люблю. В последнее время я только начала его ценить, видимо, в силу возраста. Но умывание по-любому я признаю первым способом, главным. Так, глаза у меня разные. Да, и что, самое главное я хотела сказать, что в случае возрастной кожи, особенно в последнее время, я замечаю, но я давно вот так говорю, что я стала замечать, что я действительно возрастной человек. До этого как-то мне... Когда в 2013 году я начинала свой врок, мне так не казалось. А теперь я это вижу, осознала со временем. Глядя, постоянно наблюдая своё изображение, осознала. В общем, для возрастной кожи вот тот айлайнер лучше, чем вот такой. Когда более чёткий контур, и он лёгкий. Ну, не могу вам объяснить. То есть такой драматичный, в стиле 70-х, 60-х. Многие сочтут слишком смелым для возрастной женщины. Я так не думаю. Ну, во-первых, я думаю, что женщина в возрасте всё равно имеет право на любые образы, чем она хуже других. Нужно довериться своему чувству меры. Чувству... И о ей, женщине самой, нужно прислушиваться к своему чувству меры постоянно. Вот. И всё может... Всё может случиться. Всё, в общем, позволено практически всё. Нет ограничений возрастных. Вот так я скажу. Так. Дальше. Так, ну что, я сегодня, может быть, обычно сделаю макияж, да? Потом уже будет видно, может, ещё ближе к вечеру что-нибудь ещё наложу. А так я делаю свой обычный мейкс. То есть, беру самые светлые тени. Свои любимые и почти что единственные палетки. Почему я ей доверяю? Потому что она не сползает, в отличие. Вот. Это тоже очень красивая палетка, арифлеймовская, с замечательной гаммой. Я её тоже люблю, но она требует всё время подправления макияжа и вот эти тона, они и так ярко всё-таки всё равно не выглядят. Какой смысл тогда тратить её, когда всё равно у меня получится какой-то нюд, какой-то повседневный, какой-то кэжу. Так, в общем, я беру самый светлый тон, высветляю внутренний уголок глаза. Не забываю нижний. А дальше подбровную зону выделю. А, у меня же кисточки есть. То есть, обычно-то я пользуюсь кисточками, это я сейчас что-то... Этими аппликаторами, они тоже хороши, я их использую, когда где-то вне дома нахожусь, например, мне только палетка, а нет кисточек. Например, сейчас пойдёт в код вот эта кисточка. Это Just Jeans, кисточка для чего там, для бровей и для подводки. Беру самый тёмный тон матовый, коричневый. Так, и подчёркиваю нижнее веко, внешний угол. Нижний контур, не заходя на внутренний угол глаза. Такой макияж я делала уже, у меня есть на канале. О, вот это что-то новое. Это у меня перед камерой такие подляны. Но это почему-то с этой стороны у меня всегда хуже контур получается, менее чётким. Нужно быть двурукой. Потом этой же кисточкой внешний и верхний угол глаза прорабатываю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну чё там, этих стейков нету что ли? А стейки есть? Стейки, ты посмотри, а где, знаешь, стейки, не поразитые камеры, а где эти продаются... Ах... Нет, ну... Так... Далее беру... Вот эти сверкающие... В общем беру другой тон теней, баклажанового тона. И делаю градиент, как бы переходя от тёмного матового к этому баклажановому цвету. Потом так берём... Вот такую чёткую границу я не люблю. Она мне кажется смешной. Ну в общем я предпочитаю как естественный макияж. Так, ну пока что вот так. Так... Дальше беру вот такую кисточку или даже вот такую, чтобы побольше, чтобы поменьше возиться. Набираю вот этот вот средний тон и накладываю на середину прямо века, на самую высокую точку, подчёркивая её этим цветом. Затем ребром кисти я чуть-чуть растушевываю вот этот контур внешний. Ставлю кисть перфендикулярно поверхности кожи, как бы немного вдавливая этот цвет. Так, дальше... Всё-таки такой кисти у меня нету в виде обычных. Поэтому я беру диоровский аппликатор скошенный. Набираю тон посередине. Бежевый, светло-коричневый, матовый. Имеющий по отношению к моей коже тон естественной тени. И делаю эту естественную тень. Имеющий по отношению к нашей коже те Имеющий по отношению к над dice CAT Имеющий по отношению к трайн ему Так, дальше беру набор для паралей, беру оставшийся светлый тон. Субтитры создавал DimaTorzok Делаю контур более четким, а более выразительным, поскольку глаза выразительные, брови на их фоне смотрятся полулысыми. Так, ну ничего страшного, что здесь слишком, слишком, да, too much. У меня же есть растушевка. Так, не хватает мне хайлайтера. Но вообще для этого сойдут светлые тени для хайлайтера. Ну, взять эти, светлые, или эти. Ну, вот эти, кажется, более естественно выглядят. Хотя, если они из другой гаммы, то могут не вписаться. Румяна. Эту кисточку. Хотя у меня есть новая, но я что-то все-нибудь не открываю. Наверное, в новом году открою. Да, я же захотела. Ну, в общем, все, что, все, о чем я расскажу во влоге, я, видимо, сейчас не прокомментирую все свои события. В общем, у нас так получилось, вернее, что получилось. Арслан с СССР уехали в Казахстан. Познакомить родню с Амиркой. Пожить. В общем, пока что они в Октябрьске. В Октябрье. А мы здесь. Я здесь подала на РВП, но об этом я уже говорила, вы знаете. РВП для тех, кто не в курсе. Разрешение на временное проживание в России. Оно находится на рассмотрении, еще никаких вестей не было. Мои, то, что я вам рассказывала о работе, что я вижу три своих вида занятости. В принципе, они сейчас все три и осуществляются. Так, подождите, а какие три? Первое, значит, теперь я буду сидеть в Фаберлике. И, кажется, постоянно всю неделю, ну, как всю неделю, пять дней. Пять дней. С 12 до половины седьмого. Так что, улан-утенцы, добро пожаловать ко мне. Терешковый 2А, или просто 2. В общем, торговый дом БНГО, второй этаж, 28-й офис. Я сижу там с 12 до 6. Тридцати. Так, другой вид занятости. Это, ну, это будет занятость почти что неоплачиваемая. Волонтерская практически. Вот, я буду вынуждена зарабатывать сама языком, рекрутированием, чем там еще. В общем, вот так. Не знаю, как это у меня получится. До сих пор никогда не получалось рекрутированием зарабатывать. Я имею в виду в MLM, в Фаберлик. Так, второй вид занятости – это ассистирование эксперту ЕГЭ. То есть, эксперт ЕГЭ дает мне тесты. Я помогаю ему проверять по определенным ключам. Кроме того, я для него составляю варианты заданий для учеников. Так, и что еще? Так, а какой третий вид занятости? А, третий вид занятости. Вот же, как вы видите. Я помогаю фирме сына. Фирме сына, дизайнерской фирме сына, которая занимается дизайном интерьера, воплощать эти дизайны в жизнь в части текстиля. То есть, я специалист по текстилю. Это мягкая панель. Мы, значит, это пока что примерочная. Как это называется-то? Ну, в общем, в тестовом режиме. Тестовый вариант. Я пробую изготавливать, примеряю, из каких материалов лучше сделать мягкие панели для одного проекта, для одного офиса, для конференц-зала на минуточку. Вот. Так что, три вида занятости у меня есть. Другое дело, что они пока что раскручиваются. Доход будет в будущем. Но, как обещает нам, 2000... Кстати, вы хотите, чтобы я вам гороскоп зачитала? Мой любимый, Миша, гороскоп из журнала Эль. Фитц-Олтер, Бернард, как его зовут? Бернард Фитц-Олтер. Самый лучший гороскоп. Правда, в этом году, когда я его читаю, он чересчур изобилует специальными терминами астрологов. Ну, всякий Сатурн придет, Сатурн в Овне. Я этого не очень понимаю. Ну, понятно, что это что-то говорит о влияниях на те или иные знаки движения планет с точки зрения астрологии. Но такие вещи не ложатся в мое сознание, не запоминают, не ложатся в память. Не запоминаются. То есть, видимо, я их, как материалист, я их игнорирую, и поэтому не запоминаю. Что же касается сплетен, например, я сплетни и не запоминаю. Видимо, они мне не интересны. А вот и зря. Кстати, я вот из-за этой своей невнимательности в жизни личной пострадала, можно сказать. Ну, все к лучшему, все, что не происходит, все к лучшему. Ну, вот для кого-то это могло быть критично, для некоторых женщин даже бывает убийственно. То, что происходит с другими женщинами. Так, ну вот, вот такой мой макияж. В общем, вот эту болтологию, наверное, никакому влогу не присоединишь. Слишком большой хронометраж. Придется отдельно выложить. Волосы, волосы. Меня бесят. Мои волосы. Вот. Если вы мне будете сыпать соль на раны, еще писать о моих волосах, тоже что-то плохое. Ну, в принципе, я... Господи, человек терпеливый, я же знаю, что вы правы. Все. Ну, будете... Будет это меня подбешивать дополнительно. Да. Предупреждаю. Ладно. Так что, если у вас есть цель взбесить меня, то... так, ну, всем остальным... кто мне написал уже доброе пожелание, поздравление. Я каждого лично постаралась отблагодарить своим текстом, почти что рукописным. я еще раз всем желаю всего-всего самого лучшего, что есть в этом мире, что они себе хотели бы, что они себе желали бы, что они себе желают. Добра, позитива во всем. Пусть... Пусть... Пусть к вам притягиваются хорошие люди и хорошие события. Встретим Новый год в атмосфере позитива, но, в принципе, это... большинство людей так и делает. Ну, знаете, по-разному бывает. Бывает, что и не складывается Новый год, и нет почему-то этого высокого позитива, подъема настроения, особого какого-то подъема. Ну, тогда, наверное, поможет, будет и утешение. Ну, если не получилось что-то в Новый год сделать, вы ожидали, вот о каких-то событиях, а они не происходят. Или вы сами чего-то не смогли сделать. Ничего страшного. В принципе, этот календарь придумали сами люди, мы придумали его. Это не нечто, что нам дано было сверху. Все это, ну, в общем, как я недавно прочитала, несколько... года, два-три назад. Ничего страшного, это всего лишь дата в календаре. Конечно, мы хотим, нам нужны праздники, мы их любим делать. Мы можем... Лучше бы, конечно, в будню устроить праздник, чем праздник превратить в серую-серую будню. Но все бывает, ничего страшного, будни нам тоже нужны для чего-то. Ну, а в целом, все равно я всем желаю роскошного, веселого, зажигательного праздника. Так, все, я вот это, это свое видео я заканчиваю. Сейчас мне нужно снять еще несколько. Я не знаю, успею ли я, к маме я уже не пошла сегодня. В общем, всем пока. Давайте до следующей встречи в следующем видео или в следующем году. Скорее всего, всем пока. С вами была Алина. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы терпите меня. Да, друзья, я забыла ресницы накрасить. Давно уже забытая техника мною подкручивание ресниц. Поскольку сейчас все ресницы наращиваю, я посмотрела без камеры. Что-то макияж мне не понравился. Надо его еще подкорректировать. Сейчас ресницы сделаю. кстати, вот эта тушь у меня заканчивается как будто, но когда она немножко полежит, вроде бы начинает красить хорошо снова боится, что я ее выброшу. И она долго сохнет. я обратила на это внимание. Обычно я накрашу ресницы, а потом начинаю одеваться, допустим, надеваю свитер. с этой тушью происходит то, что она вдруг отпечатывается. Это меня удивило. Видимо, другие туши ведут себя по-другому. не супердолго сохнет, просто по сравнению с другими, которыми я пользуюсь. друж Jean 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 1 1 2 2 3 Так, еще надо сделать вот что, такой пигментик, ай, я же зеркало набрану. Кстати, я на своем канале Арифлейм Фаберлик и т.д. сняла видео тест-драйв моющего средства от Фаберлик и там у меня, или нет, другое, 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 нет, вчера я снимала видео, там у меня синие стрелки и такие грязные уголки. Такие классы, это вот это вот. То есть я когда крашусь, мне кажется нормально, а на камере это выглядит иначе. Когда я снимаю, я этого не вижу, здесь монитор мелкий и я не вижу, а когда в крупном разрешении смотрю, оказывается грязно. Так что я сейчас камеру отключаю, придавливаю. Вот теперь точно все.